Здравствуйте, туристы и милитаристы! Миру мир! Нет войне! Мне получилась такая засада, на самом деле, что я сегодня взял какие-то ножи сюда, скажем, в outdoor, на open-air тест и так далее. Но перед этим, и хорошо, что я это, в принципе, делал вначале, потому что я просто уманался, как я не знаю кто. Я сейчас занимался двумя проектами, которые пойдут под музыку, а проекты под музыку, это такой конкретный гемор, потому что, несмотря на то, что там пока песенка какая-то звучит, вы смотрите под музыкальный ряд какую-то там нарезку или строгание и прочее, это все занимает, может быть, ну, я не знаю, там 3 минуты, 4 минуты. А по факту, вы уж меня простите за грубое слово, это где-то час-полтора ебли за всем за этим стоит. То есть, на самом деле, я вот сейчас чувствую, что у меня был план такой именно сделать какие-то вот эти вот свои must-have проекты, которые у меня были запланированы, и потом потестировать ножики. А, блин, я понимаю, что я как бы на ножике уже как бы не готов, все, я кончился. С другой стороны, у меня еще 40 минут времени есть, потому что мне нет смысла там ехать домой, мне нужно потом дальше будет ехать по своим делам. Поэтому давайте, что делать? Кстати говоря, по поводу моих вот этих вот предварительных ласк, вступлений и так далее. Тут вот была тема, я 10 минут рассуждал на тему Дня Святого Валентина. Блин, я такие классные подарки получил, вообще супер. Вот, и начинают писать на тему того, что, типа, вот, ты уж для себя реши. Вот еще и батарейка села, везде знаки. Так вот, и на самом деле, как сказать, ребят, ну, я ни у кого не на зарплате. Канал это исключительно мое хобби. И у меня нет какой-то там повестки, которую я должен исполнять и так далее. Я снимаю ролики преимущественно о ножах, я могу снимать там о рюкзаках, о каких-то сумках, о чем угодно. На каких-то путешествиях, может быть, там забросил я ветку кулинарии, потому что просто если этим заниматься, то заниматься именно вдумчиво. А на вдумчиво как-то времени нет. Вот, и поэтому все вот эти вот мои вступления, там, какие-то лирические отступления, какие-то мои, там, я не знаю, заметки на полях, ремарки и так далее. Это мое личное дело. Я делаю так, я говорю так, как мне нравится, как мне комфортно. Если кому-то, блядь, не комфортно от этого, то, простите, это его личная проблема. Во-первых, ну, я еще раз говорю, я никого не заставляю, пистолет не наставляю. Когда люди уходят, это их решение. Они просто идут дальше, как бы, вот, узнав там про мои какие-то, про мои какие-то принципы в отношении той же самой войны, хлопнуло дверью и ушло там сколько-то тысяч человек. Ну и что? Зато сколько-то тысяч человек пришло, даже один написал, вот, я думал, ты такой, а ты, оказывается, такой. Возвращаюсь, подписываюсь, лайк. Ну, окей, хорошо. Опять же, это его решение, потому что ни в ту, ни в другую сторону я не флюгер. Мое, как бы, отношение к ситуации это не изменит. То же самое, какие-то лирические отступления и прочее, и прочее. Это я сейчас с вами разговариваю, на самом деле я просто немножко так отдыхаю. У меня руки чуть-чуть, чтоб повисли плетями, плетьми, скажем так. Поэтому надо быть проще. Если вы все-таки в конце концов хотите увидеть вижен в кадре, как он работает, как он режет и так далее. Ну вот он, бегунок. Бегунок даже не то, что на компе с помощью мышки, даже на телефоне можно провести. О, посмотрел, вроде там какая-то пошла движуха наживая. Все, смотрим. То есть, надо быть проще. Надо быть проще, надо всегда, как бы, быть мирнее. Ну что, поехали? Ой, как прекрасно. Как прекрасно. Как. Я подумал, вот как сказать. Прекрасно, не так, не так не подходит. Прекрасна сгущенка в кофе, или как прекрасен кофе. Я, конечно, не петербуржец, но кофе он мой. Еще какой мой без кофе, не жизнь, а каторгая какая-то. Ладно, поехали. 10 миллиметров. Сизалевая веревочка. Вот таким вот образом я наматываю на руку, чтобы немножко скомпенсировать, как говорится, свою слабость. Но на работу ножа это не подействует. Кстати говоря, я хочу напомнить, что Вижен, он просто пипец, как отработал на кухне. Он вызвал мои самые-самые искренние аплодисменты. Это было что-то с чем-то. Почему? Потому что нож, во-первых, острый. А во-вторых, это именно вот, я говорю, чаще всего встречается такое у Лёнма. Это действительно, с точки зрения какого-то эдисизма, это практически кухонник. Плюс шикарнейший замок под правую, под левую руку. Клипсы переставляются под правую, под левую руку. И шпенек справа и слева. Нож полностью симметричен. Все, хватит болтовни. Поехали. Так. Ну, я сделаю все-таки сегодня скидку на то, что я до этого здесь немножко поработал. Поэтому будем считать, что прям хорошо справился с веревочкой. Погнали наши городских. Открывается все отлично в перчатке. И вот так вот, видите. Здесь, короче говоря, парни, я понял, в чем прикол. Все-таки нужно или эту веревку конкретно перевязать, или чтобы было, скажем так, с чем сравнивать. Сейчас объясню свою мысль. Конкретно эту веревку я решил тут пожадничать и сказать, что это типа для экологии. На самом деле нет. Это была лень, даже не пополам с жадностью, больше все-таки лени. И как вы видите, я ее не полностью покрыл скотчем. И потом, во-первых, эти все штуковины, они разлетаются, они превращаются в такие лохмутики, что мне в принципе не нравится. А во-вторых, проблема в том, что режет по-разному. То есть, когда у тебя в бумаге полностью обернута вот эта вот веревочка, он режет бодрее. То есть, он именно схватывает вот бумагу и потом так с хрустом раз. А когда попадает на участок, где нет бумаги, то именно что, начинает вот эта вот вся фигня пушиться. И нет такого вот четкого обозначенного движения. Ну, это, по крайней мере, как-то вот мне кажется. Так, у нас здесь есть березовый вот такой вот колышек. Чуть-чуть в сторону, чтобы на белом фоне. На белом-белом покрывали января. Ох ты ж ешкин кот. Держите меня, семеро. Это что ж, ну, выкручивать так, потому что вы видите, я просто его зарываю просто в деревяшку. И еще и DC-шником повыламываем вот так вот. Ах ты ж. О! Просто, о, смотрите, 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 парни, смотрите, что сейчас будет. Видите, да? Смотрите. Сейчас. Сука, рубанок поперек. Зацепил дважды этот самый. Зацепил дважды сучок. Заодно посмотрим, что будет после сучка. О, да, это было прельстиво. Это было впечатляюще. Это было очень даже почему же. Так. Кто меня видит, тот молодец. Кто-нибудь там, пейзани какие-то на дальнем плане. Ох уж не эти пейзани. Так, нет, дружище, давай. Вот так, раз. И... Во! Во! Я не знаю, у кого как. Я когда делаю такие тонюсенькие стружечки, у меня сразу же в голове звучит энигма. Первый альбом. Старт, мув, словли. Как говорится, вере словли. Ну, здесь лучше, конечно, промолчать. Но, скажем так. У меня с этим альбомом энигмы связаны исключительно, исключительно, исключительно положительные воспоминания из юности. Это уже не отрочество, это же уже юность была. Двухкассетный маффон Sony с реверсом, между прочим. Всё чётко, чтобы ничего не отвлекалось. И, как говорится, 90 минут одна кассета, 90 минут другая кассета. Считай, у тебя три часа спокойной, беспрерывной, эротической музыки. Сечёте о чём я? Да, это было клёво. Но, по итогу, всё это привело меня к моей единственной. Если вас сейчас... Ах ты ж, сука, чё ж... Что слева это произошло? Чё-то стрельнуло. Если вас сейчас не шокирует то, что вы видите, то на самом деле должно бы. Знаете почему? Потому что я сейчас виженом вот эту вот всю штуковину настругиваю на том самом израильском дубе, который твёрже гвоздей. Это просто какой-то... Ну, я не знаю, ребят. Можете меня обвинять в том, что я матом ругаюсь, но это какой-то пиздец, если честно. Я вообще не понял, почему так происходит. Так. Оливка, где ты? Ну, если сейчас будет и с оливкой такая же история, то... А вот она и есть. Представьте, он прям кудряхи делает. А если вы помните, эти две деревяшки некоторые ножи, ну, не то чтобы не берут, но очень с трудом берут. А здесь, сука, аж стружку делает, аж мелкую такую делает. Вот. Ещё одно лирическое отступление. Раз уж у нас сегодня пошла такая пьянка. Вот я о чём говорю. Нитро-Ви. Сталь, которую я не могу для себя, сука, понять. Я не могу понять, что не так. Почему? Потому что один нож берёшь, тот же самый Сиви-Ви. Нитро-Ви. Ну, типа, молодец, справился. Другой нож берёшь из этой же стали. Нитро-Ви. Абсолютно деревяшки прям, ну, что вы не знаете, ребята, они действительно твёрдые, как полный пипец. И он вот такое вот вытворяет. Ну, как так? Так. Всё хорошо. Если бы не просьба Валентина Котова сделать кокосинг. Как сказал Артур, если не будет кокосинга, я смотреть больше твоей тесты не буду. А так как Валёк всё-таки человек исключительно хороший, придётся делать. А чё делать? Придётся. Здесь очень-очень сильная идёт нагрузка на кромку. Очень сильно. Потому что сам по себе кончик он такой тупоносенький у нас. Вот, кстати говоря, работёнка сделана. Кончик здесь тупоносенький, но именно боковая нагрузка на кромку просто дичайшая получается. Всё хорошо. Сейчас, ребятки, схожу за этим листиком. Схожу за листиком. Так, пальнул я в девочку, пальнул в красавицу. Шуба-дуба, шуба-дуба, шуба-дуба. Скоро Ива. Скоро мы с Серёгой будем пить пиво. Да, скоро мы будем с... Да, там много кого можно будет встретить. Так, поехали? Поехали. Опаньки. Хача! Вот так вот это делается у нас в Эстонии. Видите? Всё чётко. Так, придётся всё-таки раскрутиться на финальное слово. Ибо нож этого заслуживает. Не пугайтесь. Помните, да, что у меня всегда уличные тесты. Им предшествует моя какая-то... Ну, не то чтобы там безудержное пьянство, но всё-таки обычно я хожу на уличные тесты с утра в выходной. А перед этим что? Перед этим, понятно, что... Релакс. Don't do it. Всё. Ну что? Я не буду говорить, что я там в ахуе, потому что это будет невежливо, это будет как-то не... Нецензурно. Поэтому я, пожалуй, скажу, что я... Я в восторге. Вот. Я не могу сказать, что я удивлён. Почему? Потому что CVV это та контора, которая... Ну, не может быть, не каждый, даже не каждый второй нож... То есть они делают очень хорошие ножи, что CVV, что синкат, что V-knife и... Кстати говоря, наиве нужно будет с ними пересечься и сказать, ребят, ну давайте хотя бы так как-то так... Я понимаю, что я не особо популярный, что у меня там не сотни тысяч подписчиков. Ну вот вы мне присылаете широкой, щедрой душой там, например, CVV и синкат. Было бы здорово хоть иногда бы и вы тестировать, правда? Вы со мной согласны? Ну так вот. И учитывая то, что эти компании, они делают действительно очень хорошие ножи. И прям вот любимчики-любимчики мои. То всё равно иногда попадаются прям шедевры. Прям вот такие, что вот прям вот вау-эффект он есть. И конкретно Vision это прям шедевр. Может быть, действительно, он будет смотреться, предположим, в каких-то ультемовских накладочках там с сатином или со стоунвошем на клинке. Просто немножечко повеселее, как-то так, порадостнее, чем чисто чёрная такая Batman version. Но, в общем и целом, нож просто офигенный вообще. Сто из ста. То есть, с точки зрения его таскать на EDC именно, вы видели. Мало того, что вот как раз-таки, нитрови буквально, вы в какой-то момент сейчас, в ближайшее время, вы видите мой обзор, в котором я опять же про эту сталь говорю, что я её до сих пор не понял. И вот эта вот амплитуда, вот эта вот синусоида эмоций, которые я испытываю от стали нитрови, мне не нравится. Почему? Потому что я люблю какую-то стабильность. Я вот могу сказать, так, D2, если с D2 не накосячили, это шикарнейшая сталь для того, чтобы там строгать там и прочее, и прочее. За ней нужно ухаживать там. Это 690, там, ещё что-то, ещё что-то. Ну, там чья-то термичка, там чья-то не термичка и так далее. Но нитрови будем работать, будем работать, будем дальше смотреть. Исключительно шикарнейший нож для кухни, для походной кухни, для командировочной кухни, для кухни именно, которая вне кухни, скажем так. Вот, вне помещения кухни. Шикарнейшим образом, несмотря на то, что здесь кромка идёт под углом к рукояти, шикарнейшим образом отработал улицу, полностью симметричен. То есть, вот я говорю, что для левши это просто охренительный вариант, просто охренительный вариант. Именно, вот, может быть, он не такой там красивый, но я не знаю, как кто. Как те же самые CVV-шники делают более классические модели. Может быть, он кому-то именно чисто внешне не так зайдёт, там, как, я не знаю, там, ну, релик, например, да, предположим. Вот. Но это король EDC. Это реально невероятно удобный аппарат. Всё, ребят, спасибо за просмотр. Извиняюсь за много букв, но вы видели, что я чем дольше болтаю, тем больше я отдыхаю. Всё, пока, увидимся. Продолжение следует...